Привет, мои любимые, привет, мои дорогие. Прошли мы здесь на кофе, девчата, вот. Сидим, кофе пьем. И что-то разговор пошел у нас за моего ребенка, да? За нашего ребенка, за нашу девочку. Так, заколю, это вот так. Ну, припендюрила, да? И говорю я, и стою на что-то разговор, разговор. И он говорит, там автобусы, автобусы, такой шум тут. Автобусы, автобусы. Ну, я думаю, по городу, наверное, автобусы. А если он говорит, нет, говорит, я бы поклялся, он говорит, что в школу приезжает автобус, говорит, с нашего, ну, гоммуналь. Я же вам говорю, девочки, у нас, наш поселок, где я живу, он принадлежит, ой, здесь надо постричь, он принадлежит, девчата, городу. Вы понимаете, это как вот, не знаю, как вам сказать, у нас, короче, он принадлежит городу. У нас автобусы есть, которые ездят по городу. То, что номер пятерка к нам туда едет. И он говорит, ты знаешь, говорит, что есть автобусы. Я говорю, как? Он говорит, я же брата ходил увидеть. Он же к брату, ну, там вот этот, который с ногой проблема есть. Он вчера ходил их навещать. И жена его сказала, ой, у нас тоже есть пару девочек, которые, и мальчиков, которые учатся в этой школе, где твоя кайтаночка. Автобус приезжает, забирает их. А он не принадлежит городу, их поселок, хоть один километр от нас. Но он отдельное, понимаете, как отдельное государство. Я говорю, с тобой, да ты что? И с тобой, он говорит, да, я говорю, если, говорю, так, это, знаете, девчата, это с моего дома выйти, там 600 метров пройти, ну, на машине, да, пускай будет даже. И к остановке подойти, девчата, посадить ребенка в автобус, и его прям до школы довозят. И так же и обратно. Знаете, вот она, например, выходит в 3, без 10, 3 выходит, да? И я могу прекрасно поехать на машине к остановке, там, ну, во сколько? В 3.20 пускай будет, да? В 3.20 она уже приехала, и забрать ее. И не мучить себя вот этой квартирой постоянно тут. Потому что потом, вы понимаете, девчата, вот смотрите, я вам просто говорю, да, я вот тут, потому что мне, вот с ребенком туда-сюда на машине, я боюсь, девочки. Особенно с утра, вообще темно бывает с утра. Пока выйду, все, вот эта трасса, мне чуть-чуть страшновато, девчата. Я столько ездила к ней сюда в школу тоже, и вот эта дорога все время мне такой вот, причувствую, а вот вдруг будет какой-то вот, ну, вот, сами вы понимаете. И я думаю, рисковать ребенком вот так из-за школы туда-сюда. И как-то, знаете, ну, кто понял, тот понял, короче. И с тобой, говорит, у нас автобусы, говорит, в этой школе, говорит, просто там определенную сумму, наверное, еще платишь, не знаю, там сколько там, 50-100 евро, например, платишь. Так я же больше на бензин трачу, девчата. Здесь ваш любимый блогер. Привет, девочки. Я здесь, говорит, просто, говорит, не знаю даже, как я тут нахожусь, говорит, потому что это, говорит, просто чудо. Я вам сейчас расскажу, говорит, кое-что очень нехорошее. Я говорю, здесь просто, говорит, чудом. А, это правда. Он вчера ходил к богатым людям, они там сделали здание такое и продают квартиры, они чистят, чистят там, убирают. Ну, новая стройка, да? И у нас мужа, по-другому, по-другому. И смотрю, говорит, женщина, говорит, там, что-то, говорит, там, крутится, вертится. И она видела, говорит, эта, говорит, миттами в саку. Эта, говорит, я хочет засунуть в мешок. Ой, девочки, начинай. Эта, я не знаю, если бы мне видеть, что я куфинер, и я говорю, что это мне льву. Она, говорит, увидела, говорит, во мне, говорит, что я, говорит, хороший повар. И, говорит, я не знаю, говорит, не умею готовить. И, говорит, мне дали с палкой, мне хотелось в саку. Хотела, говорит, палкой, ударить, и я дать в мешок, говорит. Он мне hice una empanadilla, и я, говорит, там, так крутанулся, говорит, и убежал. Мои, ты песен, в свой день. Я, говорит, так, как культурист, говорит, в свое время, говорит, я занимался спортом. Нет, нет, саку не дурон, а, сэгом пиентерой. А, его засунули в мешок, а он вот так напрёк свои мышцы, и мешок порвался, поняли, да? Это, говорит, как мешок, говорит, мусора, говорит, но такой плотный мешок. Я, говорит, как убежал? Я, говорит, убежал. Но я уже никому не верю. Сколько раз, говорит, меня, говорит, угощают кока-кола, кафе. Когда-нибудь, говорит, какие-нибудь медикаменты меня туда подольют. Меня, говорит, усыпят и заберут, коробку, говорит, заберут. А потом, говорит, я даже не знаю, где я могу проснуться. В Инеград, Атиопия, Америка, не знаю. Может быть, говорит, в какой-нибудь другой стране. Я живу из Талавера. Нет, 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 я, говорит, из Испании в Талавере живу. А теперь, говорит, у меня два глаза впереди и два глаза сзади. Что вы мне посоветуете? Я куплю пистолет, палку. Что, говорит, мне купить, говорит, пистолет, говорит, палку купить. Что я могу облить, а что случилось? Может, я чересчур, говорит, сладкий на язык. Я, говорит, просто за себя боюсь, потому что... Где, говорит, они такого найдут, с такой бородой, такого красавца. Окей. Вот в чем проблема, моя проблема, говорит. Пока. Ну, послушали бред. Дневник, дневник, короче... Он своей фантазией живет, девчат? Ой, ты кучал. Я, говорит, тебя услышал. Кей кучал. Я, говорит, слышал, что ты сказала, что я, говорит, фантазией. Ну, живу, говорит, фантазией. Сигурно? Да, говорит, точно. Девочки, на его шапку смотрите, я вас умоляю, на его кепку смотрите. Мама бе. Это, говорит, специально, говорит, я, говорит, такую шапку одеваю. как я яичницу жарю точно 5 секунд меня не оставит меня уже герта палкой короче по башке и украдут поняли он боится что его продукт теннис медок это роман он гордая боюсь я боюсь выйти с дому вот так боюсь вещат я вот тут сижу с мужем да и вот мы идем с мужем от оттуда вот так пешком там один парень а если сколько этому парню помогла вы просто не представляете такой хороший он синие все время одет с иголочки очень хорошо одет очень хорошо на нем такие футболочки красивые все наркоман короче пьет это все и вот моя сестра с ним общалась домой его приводила то что он чуть-чуть заикается нету не заикается он глухой мне кажется на одну х или на два ему отец такой дорогой аппарат на на ушки короче поставил все он этот аппарат продал короче я не знаю то ли проколол то ли пронюхал то ли чон сделал не знаю девчата и он в одно время когда начал с моей сестрой общаться все туда-сюда он в одно время бросил его отец приходил моей моей сестре говорил спасибо тебе там маэстро ему помогала какую-то организацию его там записала куда они ходили вот эти все моя сестра вот этими благотворительницами вот на вот этих дураку свое сердце раз разрывала сейчас смотрю сидит весь ни в какой весне не ни в какой так на меня смотрит у меня видать узнал на меня так смотрит смотрит и бутылка вот такая здоровая пиво он туда пошел я говорю не чата такая такого только могила исправить маэстро столько столько этим помогала вот таким дебилом так девчонки иду домой у меня дома такая уборка ждет чуть-чуть проберу потом сегодня обещала я кайтане уговорила я своего мужа все-таки поменять эту вещь на губнушку зачем мне нужно еще у меня же дома есть он просрочится этот мне же муж подарил для снятия макияжа или просто молочку короче на и вот я хочу пойти этот поменять его в кортинглез заберу дочку сегодня со школы она она так любит когда я прохожу за ней заберу дочку со школы и пойдем в кортинглез она там она любит этот кортинглез где-то макияж туда-сюда пускай чуть про проходит и этот губнушку на губнушку поменяю потом посмотрим домой и домой еду девчата сегодня сегодня домой еду очень домой хочу соскучилась по своему дома но тоже вот соскучилась девчата вот приеду да вот домой да и чего вы думаете девчата там тоже не отдыхать потому что накапливается вот это пыль мыль потому что туда сюда вчера была дома конечно ходила ой как на утки ко мне бежали вам гуси ко мне бежали вам видеть надо было ладно короче иду домой девчата дома продолжим раз привет мои дорогие иду за моей дочкой и потом хочу пойти кортинглез не очень целый день спотела как собака только искупалась отдела спортивки уже полностью сейчас я вам покажу вам же они нравятся вот мне вот это место мне нравится большой вот так вот так и сзади тоже как задницу делать ну ладно девчата у меня такая идеальная фигура что мне все подходит вот что смотрите девчата у меня же есть у меня есть мои дорогие подписчики которые большинство они все волосы вот так тоже помыла голову и и многие меня могут не понять а многие поймут без слов то ребята понимаете вот сейчас пойду в кортинглез поменять это потому что мне муж я уже третий день что ли об этом говорю но хочу объяснить подарил вот это а у меня есть девочки вот смотрите вот она еще полная 1 тут и 1 у меня в этом я с ней постоянно пользуюсь потому что на поставленном основе короче я люблю это продукция так и все я и пользуюсь вот мне я удалила это комментарии мне одна написала когда будет рубрика что ты даришь своему мужу это я заберу потому что поменяю сейчас девчата пошлите и знаете думаю что наверно все таки людям надо объяснять целый день стиралка девочки вот людям наверно надо объяснить потому что многие люди не понимают и многие люди не знают потому что все же на видео не скажешь за какие то хотя у меня ролики так фильмы девчата куда я мочу вот дело что девочки моему мужу пускай это вот так моему мужу не такие подарки надо делать понимаете как мы не можем там кубушку подарить там любую до девочки разницы нету или можно подарить мне тушь тому что-то вот такой да из косметики например или просто там не знаю любую ерунду хорошую там правилку он делает такие вещи девочки он у меня такой романтик а я не такая романтик как он так потому что он меня так приучил девчата каждый раз как я ему какую-то подарок делала он постоянно на них в дусе он постоянно на меня дусе я не прошла почему он не вот эту рубашку например или вот эту футболку или спортивную обувь ни разу я не видела чтобы он отдел то что я ему подарила от души или через год или через два понимаете девочки и он мне постоянно говорю но неужели так сложно подарить мне деньгами я вам это же не подарок деньги взял дал и все он такой ну ты потому что не знаешь вот я бы например себе на мотоцикл купил бы шину там ну колесо или я бы там не короче любую херню девочки да вот я ему тут раз твоего день рождения самокат подарила и потому что я знала что он его хочет электрически так девчонки он мне такие деньги обошелся но это ерунда его подарки стоит 500 600 евро в девочки вот я ему последние где мою машину он не сказал возле возле аурамаза а сейчас не знаю где он ее оставил ой я же за ребенком иду он она мне кажется не знаю сейчас посмотрю у моего соседа то что кажи машина как мне надо путаю ими или вон она моя машина была прям перед носами прошла внимание нет это ними и вот мне у меня есть подписчица хручка я ее уважаю я ее комментарий удалила и думаю потому что ну все таки как-то мне не потому что потом начнут до этом и потом начнут мне писать там каждая 2 да там она только себе хапать кто у меня есть оружие детей моего мужа ребята так нету никого что вы думаете мне неприятно ему что-то подарить все залезла я в машину так чуть-чуть вперед сделаю погода у нас наверно градусов сколько у меня машине бывает написано не знаю я уже не помню уже написано он так не пиздец что ли заливать надо а нет где вода смотрю температура хихи девчата кто мне кто мне про вода вообще и вот что я говорю девчата понимаете каждый знает у себя в доме как что есть люди которые и женщины которые говорят да мне все равно я люблю больше дарить чем мне чем 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 короче получать подарки так у меня тоже вот так и мне так иногда хочется до своего мужа обрадовать чем-то да вот но его этим не радуешь девочки он на меня начинает злиться он вот я мог на его день рождения я ему говорю я могу вот у тебя скоро день рождения да вот я вам приблизительно гур так чтобы мне тебе подарить такое чтоб ты обралась у меня сразу гордингами я себе там вот недавно я же делаю ролики о куртку себе купил так девочки его куртка 400 евро стоит на потому что она же там с этими но специальными вещами чтобы как это называть да вот на мотоциклы там защита вот это все они дорогие он фирмы дорогие покупает себе он на это деньги не жалеет зато девчата забудь девчата я ему скажу давайте вот эту хорошую обувь купим да там ну действительно хорошую ни за что девочки не купит он мне скажешь да нахер мне они нужны зато боты или кроссовки для у них ну такие специальная обувь на этот вот сейчас недавно вам брюки купил нам на мотоцикл так девчонки я не помню сколько там он отдал их 170 евро что ли он отдал понимаете у каждого свои подарки девочки я бы никогда бы не купила куртку которую ты одеваешь только для мотоцикла понимаете я бы купила кожаную куртку который можно и на мотоцикла он нет вот у каждого свои причуды девчата у каждого свои и в данный момент в данный момент почему я говорю я поменяю так девчат зачем мне нужно крем который я не открою полгода и он будет у меня просто лежать лучше возьму какую-нибудь помаду или пудру возьму себе который на самом деле буду пользоваться хоть сегодня хоть завтра понимаете и ребята у нас один будет бюджет да а то в одно место деньги идут в одну девочки понимаете моя зарплата его зарплата у нас на один счет как уже на 1 раньше не было на один счет идет и если я захочу себе пудру мне не надо ждать чтоб мой муж мне купил понимаете и это глупости когда он мне муж это вот это мое мнение я не понимаю такие вещи девочки ваш что муж только на себя работает что ли так мой муж нет девочки у нас такого нету у нас общие деньги общие понимаете общие я что-то захочу я могу пойти ну конечно я скажу своему мужу если там что-то даже вот например вы знаете да что вот что-то умеет не знаю чем не дал короче не знаю чем не дал что-то он не говорит не знаю девочки чем не говорит в школу пришла сейчас посмотрим так у нас общее все девчата вот и все общее если мой муж захочет что-то взять и купить себе так девочки пускай он мне скажет и без никаких проблем так подождите я машину стала для автобуса девочки не знаю может тут нельзя оставлять все свои красотка выйдет скажет возле двери я тебе сколько раз кого возле ворот не оставляй машину но девочки больше места нету держи сейчас начинается сейчас три с половиной мне муж сказал три с половиной выходи а я пришла три с половиной кажется рано не знаю но я здесь вижу детей так в этой школе тысячи тысячи детей учатся легчат девчонки выходят какие-то я не знаю вроде бы ее ее этот возраста и вот вот насчет этого до всего говорю вот я не понимаю когда мне говорят там ой мне там муж подарил да мне муж подарил вот этот крем но это с общего бюджета девочки у нас нету денег твоей или мои у нас все общее понимаете у нас все вот так если я купила своему мужу этот этот самокат то что вы думаете я на свои деньги что ли это купила это на общие деньги я беру счета нашего и покупаю ему самокат о что дурак что он ничего завтра не пойдет банк не поставит карточку это все и не поймет что это было с нашего счета снято это другое дело когда ты вот идешь в магазин там 5 евро отложила потом как-то вот это с дому твору считается но это не воровство тоже девочки это получается как ты просто ты просто берешься своего со своей бюджет и потихоньку потихоньку и делаешь какой-то капитал чтобы можно было ну там какой-то сюрприз неожиданно сделать так девочки такие вещи не делаю потому что у меня нет никаких проблем это у людей которых например проблемы потому что муж контролирует не дают деньги пускай они делают я не люблю такие вещи у меня должно быть все прозрачно девочки я никогда не контролирую моего мужа а вот мне кажется это не и класс так я не знаю это не и класс нет получата какие здесь девчонки вот и и вроде бы и и это а как они как как девушки уже такие знаете прям развитая она у меня до сих пор как ребенок девочка телосложение она же у меня такая стройненькая как стебелек девочки я и говорю давай девочки не так подходит это дурка она так на мою сестру похоже на тот раз сделала эту дурку я на нее смотрю и не хочу я бы так на маму похожи но прям копия моей сестра была она так сделала дурку такая красивая я бы сделал его так в школу она такая зачем и вот тебе так подходит а она мне такая бы какие юбки у них короткие короткие моя я моей дочке годовать чуть-чуть подстрижу но это так сделаем этот чуть-чуть короче юбку она горит нет вот она скромная вот точно как моя сестра скромная девочка маэстро тоже вот такая была она такая стройная было все и стеснялась у нее тоже ноги были красивые у моей сестра длинные такие у меня тоже ноги красивые у меня ноги пухлые да такие кругленькие донышка а у моей сестры были идеальные длинные знаете и то что у меня у меня такие ляжки да это для моего тела у меня не ляжка у меня ноги худее чем мое тело хотел мне ноги не худые просто так кажется но я как одуванчик на таком тонком стебельки такой такие щеки это точно я девочки про меня примути насчет моего моего сына мне одна одна девчонка вчера ягод не смогла досмотреть твое видео но она мне так аккуратно написала на тебя злости хватает но нам это объяснила а вот моя дочка доченька так вот она мне говорит ты пойми меня правильно но нам не то хорошо объяснила ты пойми меня правильно я тебя люблю у меня к тебе чувство говорит поздоровайся кайтаночка у меня к тебе горит чувство сделала так и я горит не могу быть мне такое счастье что на твой издевается вот зачем ты туда приходишь там так девчата но неужели вам не понять да вот это это так получается что ты делаешь это так получается девочки понимаете вот у меня сейчас племянник чуть-чуть уже лучше ему но чуть-чуть болеет да то что вы хотите чтобы мой племянник в таком состоянии которым он херак какого хера видишь что я этот сюда ну ладно короче все и вот так если это щедро не сделать дедушка тоже не делал так это же моему племяннику все понимаете или не понимаете или это тоже как-то и вообще девчата какая вам разница что я там убираю и щедро я вообще делаю это ради моего сына не ради моего племя не ради моего зятя и щедро это его кличка погоняла и вот знаете девчата хочу делать доброту как я могу делать доброту вот так чуть-чуть с дедом разговариваю с дедушкой разговариваю общаюсь с ним да ему это в пользу идет мне это в пользу я двигаюсь немножко мне ничего не стоит несколько раз в неделю прийти моему сыночку кушать сделать он кушать готовить уметь конечно умеет ну как он мне сказал тетя у меня никогда так не получится как у тебя его никогда нельзя говорит никогда ты просто послайся нет нет от делаешь да вот еду дал один день так сделаешь завтра так делаешь потом у тебя получится так что девчата давайте оставаться на людьми каждый пускай сам решает что ему жизни делать вот я решаю хочу ему помогать хочу идти к ним домой пока могу сегодня завтра мой сын если переедет да я буду видеть что дедушка в таком плохом состоянии а и короче как говорится богом забыть тоже буду ходить девочки и не ради щедро я даже ради себя так вы что думаете вы знаете сколько раз сколько раз он приходил домой к моей моей сестре потому что моя сестра не могла не могла прийти там отвезти там потому что у моей сестры машины не было ее муж уходил пораньше да на работу она вот с этим ребенком спящим ребенком с утра не могла пойти от нести а дома к ним домой дедушка приходил на своей машине забирал него это забывать нельзя девочки нельзя понимаете и смотрите ему сейчас девяносто два года девочки так поздно моя свекровь и и моя свекровь так поздно его родила щедрому до 40 чем-то лет значит получается 42 буду что у щедро родился сейчас щедрого 50 а может даже больше нет щедрому больше 53 на 52 на дедушке 92 вот и этот а сестра старше его сестра старше его и вот что я что я говорю что я говорю бах какая разница девчата некоторым нужно объяснять а некоторым не нужно объяснять некоторые так поймут понимаете я знаю что мой сын этот телефон тяжелый девочки падает в эту сторону хорошо что вот смотрите сейчас мой муж чем нет то день сказал хорошо 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 прям знаете девчата вот прям на зло вот видишь то он прям газ добавляет чтобы этот я же говорю вот даже вот в дороге заметно человек как сейчас он меня должен был пропустить чем нему пипикать что ли человек на кушать спешит с работы идет вот даже вот в этом элементарно заметно да а ей столько свойствий везде оставайтесь добрее девчата и не надо девчата пожалуйста я вас очень прошу не надо по себе всех судить каждый мы индивидуально разные хоть кажется да у каждого человек видит знаете вот себя дам вам не да вам не и там кортами сюда а кто тут же может быть она куда-то наверх или вниз что я так мы сюда ну ладно давай сюда вот каждый человек видит в себе меня да вот например вот как зеркало как отражение ребята не надо при чем осудить да вот искать вот не знаю мне одна вот это же говорит я заметила что у тебя там из-за дедушки там там это девочки это не имеет значения это все делает сам youtube вот youtube сколько раз я сделала так это подождите это кортинг лес на так никого не тут заеду это делать youtube неужели вы не понимаете об этом девчата вот сколько раз я делала еду да вот в этот с едва кайтана с едва хорошо там с готовкой да ну и что девчата ну и что вы что думаете прям он не этот зато я сделала картошку у вас есть две картошки и там три яйца так девчата вы увидели до 25 миллионов неужели вы думаете потому что он такой хороший это сам сам youtube девочки хочется или твой ролик стрельни вот дедушка просто youtube нравится там какие-то слова или что-то и он этот ролик стреляет это не потому что люди прям ждут пока я в дедушке пойдут посмотреть меня печеньки что за глупости просто даже вот не имея не имея в башке до значение от чего почему не зная ничего уже она идет к дедушке потому что контентом да если я знал что это меня вот так будет кто не хочет умираю хочу девочки хочу девочки почему я должна обманывать хочу хороших просмотров очень хороших просмотров по 100 тысяч каждый мой ролик так если бы я знала что если я пойду на речку рыбу ловить и будут у меня 100 тысяч каждый ролик я выходила каждый этот на речку этот делала бы ролики потому что кто этого не хочет это вранье что что нет как-то вот так девчата так что давайте не будем оставайтесь да проще на пожалуйста и вас умоляю кому я это все объясняю не знаю для чего я это все говорит тоже не знаю хочется чтобы меня люди понимали и сам уже думают одинаково не вот еще одно что я вам скажу тоже секрет открою один девочки чем ты больше людям объясняешь хочешь вот до них достучаться до тем хуже никто даже ремень не подходит обувь подходит это подходит но я имею ввиду под цвет все собрала на это все бесполезно девчата каждый день мою голову и каждый день есть кто-то напишет в засаленными волосами там волосы грязные каждый день девочки несколько раз день не окупаюсь я себя торможу потому что я знаю что нельзя у меня с этим болезнь связано было с кожей дерматологом ходила я этот у меня зуды были у меня чешется кожа постоянно я постоянно и его так чешу ноги руки вот особенно вот тут и вот на ляжка постоянно чешется это постоянно мне поставили диагноз я сейчас не помню как он называется на испанском я знаю что что-то вроде бы через чистоты короче смешно смешно оказывается так много купаешься девочки у тебя чесотка вот у меня есть чесотка и еще я еще хорошенько драю себя понимаете у меня такое ощущение что я грязная я отмыться хочу я несколько раз и раньше много купалась сейчас больше двух раза если третий раз зайду у меня кожа гореть начинает мне такое ощущение что по моей коже что-то вот как будто муравьи ползают понимаете что я хочу сказать голову один раз в день мой обязательно в эти два раза в день тоже бывает бывает вот сегодня два раза утром стала искупалась голова помыла потом я что-то начала делать спать его чуть-чуть и думаю о нет волосы грязные но не грязные вот потные меток очень что запах идет хоть я запах уже не чувствую раньше знаете как я его чувствовала как собака была и оттуда отсюда я могла чувствовать что это а человека неприятно пахнет я с мужем постоянно на эту тему ругалась на чтобы он там искупался зубов помыл это сделал ногти постриг сейчас отстала он горько хорошо что ты запахи перестала чувствовать это просто свобода для нас так девочка идемте со мной вместе или микрофон говорит убери с головы или я кому-то не с тобой я не знаю дура да извиняюсь что я так говорю но дура а я не знаю я че взяла с собой или не взяла одела я свою обувь короче льду сегодня мне так жалко потому что как угорелая бегаю тут никого нету че ты стесняешься вот ее спортивная одежда вот такой футболка они все одинаковые там ой девчата я так сперва думала ой форма там туда-сюда но мне нравилось конечно это ну как ученица да похоже на ученицу мне это нравилось а сейчас думаю какая прелесть девочки вчера у нас был конце короче она вот такая у небезалаберная дочка она идет говорит завтра у меня этот физкультура рассказываю завтра у меня физкультура я тут хорошо смотрю а б поставь б и она становится на б и я горну хорошо смотрю она повесила форму я ваш удивилась потому что я не сто раз показала как решать форму все смотрю да там только верхняя кофта поняли да повешено мы идем спирать это делать духи и девочки что вы думаете штанов нету так нету штанов нету штанов девчонки мы короче весь дом перерыли а штанов нету а у нас завтра урок а где вы думаете я нашла эти штаны в стирке девочки она даже мне не сказала в стирку поставила стирку полотенце и конечно не видно девчата беру я штаны а они чистые девочки один раз только дело но чтобы не сложить легче же в стирку бросить вот вы же мне говорили девчонки духе но здесь а духе непонятно доктор да покажем как я люблю обожаю эту фирму в чашу на здесь а шаму нету здесь я больше девочки если одну цену надо у них спрашивать что мне сейчас подходить да да сейчас я спрошу подожди какой формат красиво лечат митро кайтаночка дядя хочу тебе купить к врачу не купил мне запах не помнилась а я запах не чувствую сейчас в принципе мне духи девчата сейчас вообще короче бесполезно никого нету как хорошо девчат мы одни сейчас она завернет это нашего знакомого жена 45 мне кажется кайтано парень тассива мне кажется я покупала я так люблю может давай возьмем что-нибудь из этого хочешь вот на это хочу поменять девочки вот на эту пудру 62 евро vale 67 евро 8 а 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 Вот этот цвет. И вот этот цвет. И вот этот цвет. И вот этот цвет. Это очень бланка. Мас осуществляется, правда? Нет, ты к ней. Я не говорю ничего, потому что потом... А этот цвет. Я хочу показать. Вот этот цвет. Сюрприз. Андрей передал своей дочке подарочки. И догадался. Что там написано? Ничего? Кайтана. О, конфетки какая-то. Открыточка какая-то. О, денежку. А ну что там написано? Так. Ум бе сугран. А, итальяне панюр. Можешь прочитать. Ум бе сугран. Парати. Татьяне панюр. Татьяне панюр. А, это ее тетя, девочки. Светлана. Светлана, огромное спасибо, дорогая моя. Сорок евро. Абус арабус. Спасибо моей. Как раз моя дочка что-нибудь себе купит. Так, ты отложи эту денежку твою. Поэтому. Так. А ну, это письмо тоже там. Оу. Девочки, как приятно. Светлана, спасибо, дорогая. Спасибо. Чтоб тебе десять раз вернулось то, что... Так, это отколокает, Анночка. Открой письмо. Открой письмо. Вот же, письмо там есть. А ну. О, денежку. Кайтана, ты у нас богатая. Посмотри, сколько хоть денежка. Даже на деньги не обращать внимание девочки. Что написано? Это от дедушки. От дедушки, девочки, и от Оксаны. Спасибо, Оксана. Это ее тетя. Смотрите, футболочка такая красивая. Спасибо. Спасибо. Скажи спасибо, дедушка, и Светлану спасибо скажи. Спасибо. Приятно, да, Кайтаночка? О, красивая. Какая она счастливая. И конфетки. Светлана, как всегда, сладкая. Светлана молодец. Девочки, это для Украины хорошие деньги. Сто, двести, двести пятьдесят. Почти триста евро. Десять евро все тебе давают, а у тебя уже триста евро. Что ты будешь с этими деньгами делать, Кайтаночка? Не знаешь? Купишь себе одежду, что-нибудь купишь? Пускай, что хочет делать, девочки. Спасибо, дорогая. Дедушка, тоже спасибо. И Оксаночка, тебе тоже спасибо. Огромная, огромная. Это, наверное, кто-то написал, или Андрей, или кто-то написал, потому что написано на испанском. Молодцы. Даже это написали. Пара Кайтано. И правильно имя написали. Конечно, можешь открывать уши. Ага. Какие понравились? Конфеты, конечно, шикарные, девочки. Сто процентов. Даже вкусные конфеты. А ну, давайте эти тоже попробуйте. Ммм. 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 Девочки. Конфеты, как конфеты. Наши конфеты всегда. Конвертик, посмотрите. Светлана такая, она всегда была такая, ну, пятимини. Так, девочки, давайте кушать дам ребенку. Кайтано только одну конфету, потому что сейчас будем кушать. Огромное спасибо еще раз. Честное слово, очень приятно. Пока.